Я не могу не задать вопрос про арбуз. Окей, открываем, смотрим, что здесь. Чем вы не можешь заняться после завершения карьеры? Почему это в шоу знали? Сейчас будет большое интервью, поэтому будет очень приятно, если вы поставите лайк, чтобы такие бы ролики легче бы продвигались бы в рекомендации. Поэтому спасибо каждому. Вау. Ребят, здоровы всем. Это начало ролика с интервью с Денисом Сиздым Костиным. Так что я думаю, что вам будет интересно. Здорово. Привет. Так, ну что ж, нас встречает сейчас сразу огромная такая прям огромная комната. Ну, я ее вижу. Мы только что приехали с Москва-Сити, и примерно вот именно так они все построены. То есть огромное пространство, большие окна. Это классно выглядит. Давай сразу вопрос. Сколько ты лет здесь живешь? Как она вообще появилась у тебя? Снимаешь или как? Живу здесь два с половиной года. Нет, не снимаю своя. Ребят, ну квартира классная. Сколько квадратов? Стоишься. Ну, вообще, по той рубрике, которая у нас была, мы смотрели вообще все, что можно было. Можно смотреть? Можно смотреть? Окей, давай начнем с того, что самое интересное. Давай посмотрим пока твой рабочий стол. Так что, я правда не видел ничего. Два стола. Нави. Классно. Я видел по сторисам, у тебя новый компьютер, либо Windows новый? Нет, компьютер. Вау. Это от кого? Рухардвэр. Это с твоей организации тебе подарил? Нет, сам. Да, сколько он обошелся? На 270. То есть, 70 тысяч? Какое железо? Последнее. 20-80 видюх, а 9-10 6-6 0к, чтобы на ногу хватило. Да. Слушай, ну нормально. Окей, девайсы у тебя все HyperX, кроме... А, у тебя как-то странно это выглядит. Коврик у тебя от LG Tag, в Зове мышка, HyperX. Расскажи это что-то как. Это от Navi осталось, когда они сотрудничали? Нет, ну то есть, как бы, давно в Navi заиграл, нам давали HyperX клавиатуру, мне она понравилась, и поэтому по сей день ее использую. Наушники, из тех, которых я пробовал, мне больше всего нравился всегда звук HyperX. И я их использую с звуковой картой Zowie, настраиваю частоты там по-особенному, тоже по-своему. Звуковая карта у тебя внешняя? Внешняя Zowie? Я такой, в первую, если честно, вижу. Сколько она стоит, и есть ли смысл игрокам ее ставить? Не знаю, сколько, но да, очень качественная звуковая карта у меня вот. Это где-то год, и до этого на предыдущий я играл тоже год и четыре, потом там сломался провод, купил новый. То есть, подключая наушники к самой материнке компьютера, ты понимаешь, что же звук не тот? Да, конечно. И качество микрофона, и звук у тебя не всегда одинаковые на компьютере. То есть, для чего в основном нужна звуковая карта, чтобы когда-то там есть никакие турниры, у тебя всегда был одинаковый звук. То есть, у всех компьютеров разные, там вот эти звуковые карты, видеокарты. То есть, все это различается, а благодаря этой карте у тебя звук всегда будет одинаковый. Да. Stream Deck. Это очень удобная тема. Может быть, вы не шарите, но нажимая на любые одну из клавиш, делайте какое-то действие. К примеру, вы можете забереть во время стрима кнопку запуск CSGO, нажимаете сюда, и запускается CSGO. Запускаете сюда, включается OBS, выключается стрим и так далее. Короче, это такая очень удобная фича. Она споет, наверное, 12, правильно? 12-12. Окей. Так, монитор у тебя 25-40, правильно? Ну, 240 без которой, да. А, 25-46. Окей. Ну, почему, Светлана, давай так, почему все выбирают? Бенгю, Зови, почему именно он? Ну, потому что, ну, как по мне, я поиграл на многих 24-40 мониторах. Он самый удобный в плане ножки, которые его держат, он не занимает много места. Сама картинка самая приятная. Ну, и основное, что из-за этого, потому что всем игрокам удобнее на этом, как бы, мониторе играть на всех турнирах этот монитор. Да. Окей. Ты очень жестко вышел, подошел к вопросу мышки, потому что она полностью отвечает от всех. Почему Зови? И это ЕЦ 2А. Да, но всю свою жизнь я вообще играл на Кинзу В1, еще с 1-6, да, например, потом на каком-то турнире в Воронеже у Кучера была такая мышка. Я подошел, держал ее в руке, мне очень понравилось. А в тот момент я думал уже переходить к Кинзу В1, потому что их перестали выпускать. И мне кажется, в 100 функций я вправляю, что потом ее не смогу найти, надо будет перерывать. А Кинзу В1, она очень сильно от всех остальных мышек отличалась тем, что там был дрифт, то есть там прямая линия абсолютно. У этих ты ведешь в правую мышку, у тебя вот так вот будет ездить, а там она четко ровно-правно идет. То есть это в КС вообще по-другому, грубо говоря, наводка и так далее. Вот, она мне понравилась, я ее взял себе и там за 3 дня привыкни, и очень нравится. Нормально. Давай так, как привыкнуть к новой мышке в самые кричайшие сроки? Много играть. ДМ или что делать? Все. Просто больше играть. Ну, основная задача, что она лежала у тебя в руке, и, конечно, это как то же самое, что к положению коврика, например, клавиатура, большая мать. Надо просто много пролить за этим времени, и когда уже для тебя это привычно, все. Когда был твой последний LAN? Последний LAN был мой, наверное, Веск? А, нет, не Веск. Ви Плей за века. За веку сходу. Это когда был? В том году в Киеве. Вы скучаешь? Конечно. Да? Ты именно вот эти, да, Тиваса забираешь, когда ты на LAN? Именно эти, да? Когда у вас намечается вообще первый LAN? Когда вообще ситуация в киберспорте? Нет никаких? Ланы на ямах не в скором времени намечаются. Не только у меня, а у всех. Дай бог, мажор будет первым LAN, я так понимаю. Но, возможно, начнут осенью уже проходить турниры в формате студийном, я думаю, когда они будут пускать публику, но команды будут приезжать в один город и играть со студией, я так думаю. Но, опять-таки, никто не знает, как будет ситуация дальше развиваться в мире, потому что это все очень ровно. И у нас в России неправильно, когда люди вообще начнут открывать границы, выпускать. То есть тут все такое. У тебя есть программы на компьютере, которые помогают тебе в игре? Нет, я вообще стараюсь не загружать ничего лишнего на комп. Ну, люблю, когда мало все. То есть минимализм у меня в квартире. И на компе я не люблю, когда много всех, кого разного не нужно. То есть все только то, что нужно, по минимуму. По столу. Он у тебя откуда компания? Стол я покупал, как только заезжал в квартиру. Давно уже, так уже, почти два года. Компания в Икея. В Икея? Они обе модели, ну, то есть как бы сами все столы одинаковые, но отличие в том, что это обычный стол, а это электрический. Он подключается в розетки, и благодаря этой штуке можно настраивать его высоту. Так, я могу нажать? Он не подключен сейчас. А. Классно. А он может подняться до тех пор, что ты можешь в стоера играть? Конечно. Да? Высоко поднимается. Классно. Вау, Na'Vi. Na'Vi, корпус. Здесь прямо все старое железо. Ну, 1080, а Dioho, i7, 9-7, по-моему. Это Na'Vi, да, подгоняя двое игрокам? Ну, нет, это у меня лично хайпер-ритм давали. Это я просто бросил такой дизайн сделать. Хм, смотрю. Так, у тебя был коврик свой именной от HyperX? Да. Уже все, стерся? Нет, этот новый абсолютно. А почему не играешь? Я использовал для второго компа, который раньше стоял. Раньше я стримил со второго компьютера, потому что видел картинка, было проще намного. Ну, точнее, мне казалось, что это будет круто, хорошая картинка, когда стримишь, не лагает комп. Но потом я столкнулся всякими проблемами в плане настроек, и понял, что проще купить один хороший комп, на который тебя будет тянуть стрим, и все. Так, а второй стол зачем? Ну, вот стояло два компа раньше, чтобы приезжали друзья, могли играть и так далее. Блин, у тебя все именное. Как вам такое? Так, это у нас... Блермастер. Блермастер. Это чтобы во время эфиров, турниров это было бы видно. Просто красиво смотрится. Да. Окей, ну, по сути... Ау, боже, боже, господи, тут кубок. Могу? Да. Так, это... А почему он у тебя? А это копия. Ааа. Я разрешаю делать копию. Ну, разрешаю ливать сейчас, я знаю, что нет. То есть это лимитированная версия? Очень лимитированная. Их всего два или три. Да. Значит, ты его держишь? Да. Вот этот? Это последний твой, например? Нет. Не, который выиграли с тобой в команде? Да. Это футболки на Ави. Так, по материалу, кстати. Да, он отличается. Я недавно трогал другую форму другой команды. Этот поприятнее, что ли? Наверное, наверное, делает качественную форму. Наверное, качественную форму делает? Так, получается, вы сейчас можете увидеть голоском собачку. Собачка, если что, Шарпей. Китайский. Китайский Шарпей. Четыре года ей. Да. И сисц не гуляет почти каждый день. Так что про игроки выходят. Так, у него слишком дергается хвост. Это что значит? Значит, он доволен. Доволен? Да, потому что к нему подошлись. Да ладно. Нужно выпустить. Нужно выпустить? Выпускаем звери? Ой-ой-ой. Я не люблю такие моменты, на самом деле. Ладно. Давай найдем точку, где сядем, поговорим. Давай вкратце, чтобы зрители понимали бы, с кем мы ими делал. Расскажи вкратце, где ты начинал? И где ты сейчас играешь? Вкратце, наверное, самый известный канал, который... Ну, то есть, начинал в Ветенави. Я играл там четыре года. Потом играл в разных командах, как Гамбит, Филипсайт на одном турнире. Вот, сейчас играю за команду Киберлегаси. Киберлегаси. Это команда, которую... Ну, они открыли в состав именно с тобой. Нет, он уже был. Ну, вообще не было результатов. Так, после этого они не одобрит, трогали. Расскажи вообще про эту организацию сразу. Как она тебе? Видишь ли ты с ней перспективы? И как тебе вообще состав? По 10-бальной системе. Я не буду давать 10-бальной системе, но я еще мало в ней. То есть, меньше месяца прошло, как я подписал контракт. Буквально недели две, две с половиной. То есть, я еще не знаю всех тонкостей, как она на самом деле. Но первое впечатление, которое на меня не произвели, ребята. Хорошая организация с перспективами. Сейчас состав тоже мне нравится. Все ребята молодые, горят игрой. То есть, в перспективе это может что-то хорошее получиться. Я предложил свою усилию как капитан максимально. Окей, а у них были прошлые, какой-то состав это? Или это все у них пирога? Ну, из тех же там троицы игроков, как я понял, была. Там двоих поменяли. Пришел я с классом. Ну, то есть, как бы команда, я знаю, тоже не так мало существует. Там, может, именно под этим названием в этой организации. Сколько они? Ну, я думаю, месяца два-три играли. А вы в браке уже играешь с кем-то так серьезно? Ну, то играли, но так получилось, что я подписал контракт, но сразу говорил, что у меня с Майнкастом договоренность. То есть, я заработал в студии аналитики до 1-го числа. Вот сегодня первый день, так сказать, 7.31. И сегодня у меня выходной, и вот я доработал свое. И, то есть, нормально тренироваться, как я должен, я смогу только завтрашнего дня, по сути. Я не могу не задать вопрос про арбуз. Да. Что там было с арбузом? Какие у тебя впечатления после этого всего? Какие у тебя есть ли обиды на тех людей, которые так профлят? Да нет. Ну, типа, дистанция-то вообще получилась прикольно, весело. Смысл в том, что это был какой-то день буткемпа. Я недавно только проснулся перед этим интервью, еще, знаешь, так летал в мыслях. И Леша костре подошел, мне начал какие-то задавать вопросы. Я смотрел на него, как он резал дыню, и что-то задумался в ответе на вопросы. И просто машинально начал так же резать арбуз, как дыню. Но в итоге это выросло в такой мем сильный. Ну, и прикольно, весело. А какие у тебя ситуации с Дикоем? Вообще, как она... Вот я не запомнил тот момент, когда это случилось. От чего это пошло? Ну, один комментатор лягнул во время нашей игры. Это Дичи. Ну, и как принято в нашем не очень иногдаумном русском комменте, люди подхватывают. Ну, и как всегда, не знаю, почему так сложилось, но у меня откладывается впечатление. Да и у всех, наверное, все это факты, что злой комменте у нас. То есть всегда нужно больше негатива в комментах. То есть комментарии, когда там каким-то позитивным, каким-то пожеланиями добрыми, их намного меньше, чем с негативными. Это, наверное, в первую очередь связано, что малыши с маминой денег ставят ставки, проигрывают и потом пытаются на кого-то в этом обвинить. Ну вот, когда вся тема пошла, в тот момент просто так же тяжелый период был в плане игры. Я играл плохо, у меня там были своего рода проблемы тоже. Ну, и то есть у меня все это навалилось, и очень тяжелый стресс был для меня, и было сложно. Ну, а сейчас я уже прошел это все, и спокойно мне к ним отношусь. У вас запись, есть запись? Запись, да, я думаю, есть. В общем, сейчас у вас будет момент, когда впервые расисты называли Дикой. Я не видел. Пошел открылся на ЛОХП, погиб, совершенно логично, минус Дикой и этот... Ну, если ты будешь рофлить над этим. Да, я уже, да, я думаю, затошусь запись попали, никак не задевать меня. Ну, вначале это было? Конечно. Сейчас такой будет большой вопрос, обширный. Почему ты ушел в знамя? Вот, опиши все, что было, от начала до конца, чтобы мы понимали. Вот, играл ты в составе, да, результаты были в команде не очень. Хотя, когда ты ушел, ну, не было прям такого. То есть вы стабильно играли, там, второе место. Вот почему это произошло? Ну, это на самом деле история затягивалась долго. Как сейчас, вот если смотреть, ну, то есть как бы вообще, как команда играет, какие места занимают. И я вот недавно сам пересматривал, мне было интересно. На самом деле, если выбрать группу, говоря, там были, конечно, периоды, именно какие-то отрезки, там, месяц, два, может, когда мы играли прям плохо. Потом, ну, то есть были периоды, тогда у нас резко, то есть мы играли нормально, хорошо, плохо, и так оно постоянно менялось. Ну, то есть это, как сейчас все понимают, это нормально в нынешней вообще особенно мете. по КСу, то есть действительно сложно все время держаться там, то есть это одной команде, грубо говоря, Astralis удавалось быть все время там первыми. Вот. И в связи с неудачными отношениями, ну, то есть с результатами, начинали по чуть-чуть портиться там отношения, плюс некоторые ситуации в команде, там характеры некоторых людей, поступки некоторых людей. все это, как бы, придавало, так сказать, перчинки во все это, и к тому же, ну, то есть я был на тот момент капитаном, и мне было сложно, помимо того, что мне надо думать там об игре, какие-то строить вещи, мне еще, ну, то есть я тогда очень сильно еще переживал за все вот эти распады, которые происходят вне игры. То есть мне было вдвойне это сложно все, что и сказывалось также отчасти из-за этого моя игра просела очень сильно, уверенность какая-то начала падать в себе, постоянные ругани, вот, и на тот момент, после, мы провалили мажор, я, меня с Гвардином убрали, это вот первый раз, но потом, типа, спустя все эти решатки пришел с Девским, типа, и меня решили оставить, вот, и пришли они, там провели буткемп, у нас было 3 чемпа подряд, средние на них выступили, ну и так вот, что-то атмосфера была не совсем рабочая, ну, как по моему мнению, опять-таки начались эти ругани, характер некоторых людей, и просто в один момент, у меня вот это все, вот как сейчас, например, игроки уходят, в инактив, там, вышло за новость, за неделю, там, человек 5, типа, говорят, burn out, ну, то есть переиграли, перегорели, а у меня тогда все, эмоциональное состояние, все просто взорвалось, и концом было, мы проиграли отборочную игру за выход на эпицентр в Вега-Сквадрон, мы тогда во время этой игры очень сильно поругались, и все, в тот момент, я просто, грубо говоря, мой шар терпения лопнул, но я сказал, ну, то есть я понял, что, помимо того, что я ругаюсь, там, все вот это, постоянно просто, в каждой тренировке ты уходишь со стрессом каким-то, то есть, как будто, я не знаю, ну, то есть, в хорошем состоянии, ты должен тренироваться, и получить этот довольствие, что ты делаешь, и мы приходили уже в тот момент на тренировку, на каторгу, и, то есть, в тот момент я подумал, что все, то есть, я не могу так больше, я хочу получать удовольствие от игры, то есть, как бы, я уйду, и поменяю обстановку, и что-то, возможно, изменится. сейчас, наверное, жалею об этом, что я так сделал, ну, это часть и мое эго, наверное, сыграло, что я так сделал, хотя могло все продолжаться, и есть, ну, моменты, которые я сейчас уже анализирую, можно было бы поменять, и все было бы по-другому, есть как есть, ни о чем не жалею. Ты ушел из НАВИ, попал в Гамбит, они тебе написали, или ты сам? Вместе, как-то, списались через Досис, это было, он сказал, что вот, возможно, появится, ну, то есть, как бы, это их, инициатива была, я хотел в них попасть, я понимал, что это Дизн, это команда, в которой я хочу играть, вот с НАВИ. И как вообще, как проходил процесс, как тебе это была команда, и, самое главное, сильный ли контраст с НАВИ? Организация и состав, то есть, атмосфера, насколько выделялось профессионализм игроков и организация? Ну, любая организация посреди с НАВИ будет контраст. Вау, вау, подожди, ты с НАВИ прямо на вышке? Конечно, А с чем вызвана их вышка? Отношение к игрокам? Во всем, во всем, это топ, во всем абсолютно. Это интересно, это интересно. Блин, а можешь объяснить просто, как это работает, вот что ты называешь топом? Ну, максимальное отношение к игрокам, максимально комфортные условия, максимально хорошие финансовые зарплаты игроков, самый популярный клуб в СНГ, то есть, тебе там относятся, как реально в семье, у тебя все ты всех знаешь, то есть, ну, это реально НАВИ был как дом второй. Сколько ты лет играл? Четыре. Твой первый состав это НАВИ? Профессиональный, да, профессиональный. То есть, ты, по сути, с ними вырос? В КСГО? А НАВИ к тебе хошотность? Да. Не было ни в положении там на Ави джунеру что-то такое принять участие? Ну, это же другой проект. Не, с нами, я со всеми, до сих пор, со всеми игроками хорошо общаюсь с руковолосом. Вот, была в том году, в конце года было, они отмечали десятилетие НАВИ, вот, я туда тоже прилетал в Киеве, то есть, все, очень классно. Классно. Сейчас вышла новая игра, Valorant. Играл в нее? Пол игры. Пол игры? И вышел. Да ладно. Давай я так, мутяжка? Да, ну, мне не понравилось, не зашло. То есть, как бы, я не люблю вот эти всякие мультики, туда-сюда, там, какие-то скиллы вот эти. Ну, то есть, мне кажется, я уже старт просто для таких игр. Стар? Да. Ну, ты думаешь, что все-таки это ударит, а не все-таки ориентируется на младшую аудиторию? Ну, конечно, в любом случае. Ну, что-то новое, может, людям, некоторым, не знаю, мне кажется, больше нравятся вот эти новые графики, вот эти прикольные какие-то скиллы, легенды и так далее. А я, так сказать, старый человек, времен не 1,6, еще таких, то есть, мне нравится простота. Сколько часов ты тренируешься в CSGO, играешь с командой и так далее? Что ты уделяешь времени? должно быть. То есть, в последнем месяце, так как у меня на Лиске я играл меньше намного, больше смотрел игры, а обычно нормально тренировочно играть, когда ты тренируешься с командой, ты тренируешься именно с командой, у тебя праки, там, с разбором, со всеми делами, занимают часов 8, наверное, в день. Ну, и помимо, надо часа 3 индивидуально играть. Ну, то есть, 11 часов где-то в день и 12. А сейчас ты занимаешь роль капитанства и как и играл в Na'Vi в конце. Расскажи, тебе проще быть капитаном в команде? То есть, ты был рифтвером очень долгое время? Ну, да, то есть, в основное время в Na'Vi у нас был либо Зев с капитаном, потом стал Старик с тренером капитаном сзади. то есть, я был следующим человеком, который, грубо говоря, вторым, кто предлагает, что делать, то есть, второй коль называют. Вот. Na'Vi стал полноценным капитаном, потому что не было других вариантов с тем составом, который у нас был. Никто больше не мог занимать эту роль. И вот, да, на протяжении всего этого времени, которое я сейчас играл за разные команды, в большинстве, я был катан. Смотри на Na'Vi сейчас, как они тебе? Ну, то есть, если игроки, у них не будет никаких проблем между собой, как бы, вне игры, и действительно, они будут очень сильно тренироваться упорно, то есть, реально, скроем глаза в каждой, то это потенциально топ-1 команда может быть в мире, но, опять-таки, есть много но. Все мы видели Honeymoon период, когда только пришел Перфекто, как они играли, как они выиграли катодицу без шансов, выиграв волевую игру в фейс-группе, и дальше в плафе было им даже неинтересно ни с кем играть. То есть, действительно, потенциал у этого состава огромный, но, опять-таки, есть много нюансов, которые, как я вижу, мешают стать этой командой номер один в мире. Смотря на твой состав, какие у тебя шансы стать на вторую строчку в СНГ? Какие вот, по факту? Пока я не могу тебе ответить на этот вопрос, какие шансы. Я еще очень мало нахожусь в этой команде с этими людьми, и я еще не до конца увидел их на дистанции, все их минусы, плюсы. Все ребята молодые, в теории могут стать хорошими игроками, все откажем, все будет зависеть от них, грубо говоря. У тебя было много чего за все эти годы. Все, наверное. Все, да. Какая у тебя самая грубая ошибка, за которую тебе жалеешь? Ошибка грубая самая какая? Что в один момент, наверное, играющая в Na'Vi, я... Из-за того, что у нас были проблемы в плане отношений в команде, я в какой-то момент начал получать удовольствие не от игры, а от провождения какого-то веселого времени, грубо говоря, там тусовки какие-то и так далее. То есть я пытался этим как-то отвлечь от тех проблем, которые у нас были, и из-за этого я стал меньше для этого времени игре, чем должен был. Да, то есть, помните фотки с пляжа, когда команда... дело не в пляже, вот то, что вот по поводу пляжа, там фотки роликса, в этом я не вижу ничего такого, это в плане вот, ну, наверное, вот тусовок больше. Приоритеты чуть-чуть бились. С Ника, да? Ну, и с Ника были. Как не терять мотивацию? То есть, спустя столько времени ты пробираешься, как ты не теряешь мотивацию и что посоветуешь делать в такие моменты, когда ты все, ну, перегораешь как раз. Ну, когда именно перегораешь, тебе нужно просто ну, отвлечь от игры, как все делают, то есть, не играть в какой-то промежуток, чтобы снова вот это было. То есть, это как наркотик, КС у всех было так в молодости, сейчас ты, конечно, чуть-чуть, наверное, подугасла с возрастом, потому что появляются много каких разных, даже не то, что проблем, каких-то забот, наверное. Раньше ты там уезжаешь, например, у меня был там в отпуск, мы улетаем, команда разлетаемся, я там неделю ты там полежал на пляже с песочком, отдохнул такой и все, у тебя через неделю начинается ломка, то есть, хочется сесть за комп, поиграть, а ты еще понимаешь, что еще неделя здесь и уже хочется домой, уже хочется играть. То есть, это любовь к игре в первую очередь. То есть, когда ты устаешь, перегораешь, это как с любым другим делом, тебе просто нужно от этого отдохнуть, развеяться и потом все снова становится на свои прежние места. Любовь к игре. Тебе нравится сейчас? Конечно. И тебе нравится все, что обновляется там? Нет, не всегда. Какое у тебя, ну, что из последнего тебе не зашло? Карта вертили. Она прям и вообще не очень? Ну, мне не нравится, да. А уход Коблстоуна? Тоже не нравится. Я обожал эту карту. А по экономике, по нерву оружия? Ну, нерву оружия есть, были свои нюансы, но я к этому отношусь больше как к данности. То есть, тебе дали это, ты должен к этому адаптироваться и научиться с этим играть. Я не пойму полностью, в Альф спрашивают игроков, про игроков, типа, ребята, это хорошо, это плохо или нет? Или они реально от себя это все придумывают? От себя, чаще, чем. Когда последний раз они тебя спрашивали твои мнения? Да, то, что нас спрашивали, ну, то есть, на мажоры, когда мы были, они спрашивали, но делали все это наоборот. То есть, там, типа, им объясняли про тренера, они такие, да, 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 и в итоге, бац, тренер запрещает. То есть, у них там своя волна, своя игра, они там, ну, то есть, единственное, что они делают, когда они уже видят, как я понял, много флуда в Твиттере, все начинают ныть, там, что-то им не нравится, тогда они уже начинают задумываться, наверное, мы же делали что-то неправильно и начинают это как-то фиксить. То есть, у них дописаться можно в Твиттере. Да. Окей, если что-то не так, то, ребят, подключайте Valve, CSGODEF, не, CSGODEF и вам ответят. Нет, вам не ответят, они могут начать что-то делать. Был ли у тебя за всю карьеру такой месяц, где ты мог заработать более полумиллиона рублей? Конечно. То есть, это после турнира? Нет. Вот так, я не понял. Так, а каким образом? Зарплата. Зарплата? Да, да. Вау. Неплохо, мне плохо. Чем больнируешь заняться после завершения карьеры? Оставаться в киберспорте. Там, быть тренером или также аналитиком. Может быть, комментатором. Твой лучший тиммейт? Ну, если брать факторы, с кем я дольше всего играл, с кем я больше вместе проводил времени в миге, то, наверное, будет лемен. А твой худший тиммейт? Худший тиммейт? Наверное, некорректно так говорить. Наверное, я не смогу кого-то выделить как какого-то плохого человека. Твой лучший турнир в памяти? Лучший в плане. Ну, который запомнился. Именно как сам турнир организационный? Да. Сложно прямо сказать один, я могу назвать три, которые у меня запомнились. Ну, то есть, именно, это, наверное, один из них, это эпицентр был, который первый самый, в 2017 году получается. это было круто, это был, наверное, первый такого масштаба турнир в Москве, потому что были все родные фанаты, турнир был очень круто организован сам по себе, очень круто относились к игрокам, мы жили в нереальной гостинице, то есть, было все вообще на вышку в этом плане. Потом, запомнил, наверное, любимые локации, то есть, неважно, какого года, это Кёль, потому что это самый крутой стадион, который был пока что. И, наверное, третий стадион, в котором турниры были, это в Катареце, в Польше, также, в Сплодеке, это тоже, наверное, самая крутая локация, которая была когда-либо. Ну, вот Кёльн и Сплодеке. Ну, Кёльн, наверное, повыше, чем Сплодеке. Окей. Так, а сейчас мы зайдем в большую, большую гардеробную, на квадратах, ну, как минимум, 8, огромное количество кет, огромное количество кепок, я какой-то из них точно, ты играл турнир в ней, правильно? Да? Эта кепка, получается, с 17-го года? Ну, не помню, наверное, да. Ну, факт. Но дизайн, он очень интересный на Na'Vi, он меняется почему-то очень часто. А пакетом, у тебя есть какой-то специальный, ну, у тебя есть какой-то фаворит пакетом? Ну, я вижу, у тебя эти, конверсы? Нет, это Gucci, конверсы у меня один. Ну, на самом деле, всегда по-разному, все зависит от того, погода, мокрая, сухая, и само мероприятие, куда я еду, всегда все по-разному. Это твои? Да. Сколько они стоят? Ну, так же, как обычно, 800 долларов. Самые дорогие здесь вот эти? Нет, наверное. А что у тебя самое дорогое из-за этого гардероба? Да. Да? Сколько он стоит? Ну, сама пофта 80 тысяч, там, и 60, полностью. Кстати, очень приятно. Очень приятно. 80 тысяч вверх стоит, а вниз? Вниз 60, по-моему, 150 тысяч, короче, весь набор. Окей, а что там? Там куртки, кофты. Можем? Да. А, значит, за стенки, там чемоданы, чеки, налево. Налево? А. А, окей. О, ты выкидываешь чеки, победные. Так, у тебя столько ездиков, а тут я не видел их. Ну, потому что они в коридоре стоят. Окей, пойдем посмотрим, что кушает ассист, чем обитается. У тебя очень много магнитиков, неужели собираешь их после путешествия? Я их всегда покупал, когда был в состоянии и не забывал, ну, или не торопился. Потому что бывало очень часто, что уставший, там, автор-пати, все дела, после чемпионата, следующий день вылет, и ты не в состоянии там пойти даже. Ну, не думаешь, точнее, об этом. Очень часто забывал из-за места прикольно покупать магнит, вот когда не забывал, покупал. Окей, открываем, смотрим, что здесь. И, так, еды достаточно, еды супер достаточно. Сейчас Денис живет с девушкой, поэтому это одна из причин, правильно? Конечно. Так, холодный кофе, много октимель. На завтра всегда пьет октимельку. ну, кстати, да, они очень вкусные. Ну, по сути, ага, это что у нас такое? Бино. А почему вино, а почему вино, а почему вино холодильники? Потому что планировалось вчера выпить все, но осилили мы под вас бокальчик с девушкой. Окей. А на самом деле, чем ты питаешься, заказываешь или готовишь? Нет, девушка очень вкусно готовилась, и она готовит все. Заказываю, когда один, и когда лень готовить, наверное, на мой план. Окей. А что ты обычно кушаешь? Вообще, расскажи про свой режим дня. Ты просыпаешься, пьешь октимель дальше. Я просыпаюсь, ну, в зависимости от того, через, ну, то есть, за сколько времени, до каких-либо дел, я проснулся. То есть, если там, например, какой-то ранний сбор, там, в 12, тренировка начинается, когда вот до карантина, например, то мне приходится, стало 9 утра, я завтракаю быстро, ну, вот это было до собаки, собака не знаю, что их будет. Ходил в зал, приходил, мылся, и сидел с зазакомпу играть, потом вот, перерыв, сколько, в 4-5 часов дня, ты обедаешь, дальше тренируешься, и вечер, обед, ну, ужинаешь. Сейчас будет рекламная интеграция Сабишок, я покажу Денису, как это работает, я спросил, где он играет, он сейчас играет на Убике, поэтому, причиной, почему это происходит, это легкий коннект. Сейчас я тебе покажу, что такое Сабишок. Ни разу не играл, вообще. Хорошо, на Убик ты заходишь, вводя коннект и Убик, да? Сейчас, смотри, что мы сделаем. Мы заходим в твой, у тебя нет стим браузера? Есть. Вау. И мы заходим в веб-браузер и меняем здесь на Сабишок. Это не просто так, ты можешь это убрать, если тебе не нравится. Все, нажимаем на Home, веб-браузер, у тебя запускается сайт, и ты выбираешь Dess Match, и заходишь, куда хочешь. У нас 160 Dess Match, нет, 92 Dess Match. Если ты не хочешь играть на России, ты ставишь Германию, играешь на Германии. Хоть с казахием поиграют, ты захочешь с казахи и играешь. Получается так, что, ну вот, давай зайдем. Я надеюсь, что мы всем проигрокам выдали прошки, я надеюсь, что ты в том числе. Так, у тебя прошка есть? Нажми на Tab. А, я у тебя прошки нет. Нажми на G. Еще раз. Вот, короче, тут огромное количество возможностей. Замушить термом удалить? Это как? Ну, ты будешь слышать только то, что у тебя поблизости, чтобы ты не слышал бы тот, кто стреляется на лонге, будучи на B. Что должно быть, чтобы люди ушли с Убика? Ну, некоторые уже ушли. Мне просто интересно. Ну, я тебе уже сказал, что я вот так вот зашел, написал и взошел. Ну, сейчас тебе нужно нажать две кнопки. Ну, я не буду сохранять браузер и твой сайт. То есть, процесс сложный? Да. Ну, например, ты будешь на турнире и тебя отключают интернет, ты не можешь найти браузер, что ты будешь делать? Хорошо, мы придумаем вариант, чтобы ты мог бы ввести в CyberShock. Короче, систем сказал, что им будет проще гораздо, если он будет вводить Connect, CyberShock и сразу заходить на сервер. Если не будет, к слову, интернета на лайне. Ну, окей, мы придумываем тему, но это одна из причин. Ну, для меня это важно. Ладно, тогда окей, придумаем. Ну, а сейчас самое интересное, в прошлый раз мы разыграли футболку от Хоббита, ну, а сейчас мы разыгрываем примером то же самое, но кепку SIST Navi. Легендарная кепка, наверное? Таких больше нет. Это лимитированная версия. А чтобы ее забрать, вам всего лишь нужно будет ответить на вопрос, который сейчас у вас спросит SIST. Мы очень долго думали над вопросом и я решил задать такой вопрос, как-то ассоциирующий как-то со мной в молодости. был один турнир, на котором игроки между игровыми днями прям вот ходили прям жестко тусить. Ну, то есть, это был единственный турнир в моей карьере, который именно вот так у меня ассоциируется с ним. Какой турнир это был? Вот так вот. В комментариях оставляйте свою версию и тот, кто оставит правильный ответ, тот и побеждает эту кепку. Мы с тобой свяжемся и решим вопрос по отправке. Такие дела. Ну, что ж, ну, а сейчас это уже конец ролика. Всем большое спасибо, кто смотрел. Надеюсь, вам понравилась эта работа. Ставьте лайк обязательно, если это так. Следующий выпуск пройдет уже с другим человеком, понятное дело. А вот кто, это уже секрет. Поэтому не забудьте подписаться на этот канал и нажать на колокольчик, ведь это нужно сделать обязательно, чтобы не потерять новые ролики. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.